Здравствуйте! Я снова сегодня с вами в эфире. Меня зовут Елена Кошелева. И сегодня у нас вопрос, очень важный вопрос, как отключить голову и как научиться расслабляться в течение дня. Очень много, не секрет, что на женщинах очень много всякой деятельности, всякой ответственности. Мы с вами нагружены и профессиональной деятельностью, и это дети маленькие, или выросшие дети, которые требуют не меньше внимания. И это отношения с мужчиной, и это быт, очень-очень много всего. Соответственно, я за время своей практики увидела следующее, что, во-первых, наша гиперответственность и то, что эта программа, которая называется «Я сама», «Я сама могу», «Мне никто не нужен», «Сама я всё это сделаю». И оборотная сторона этой программы, она называется, ну ещё так, «Всех убью, одна останусь», да, то есть когда появляется очень много гормонов стресса. Так вот, когда на нас наваливается много дел, у нас появляется, у нас надпочечники, они просто выбрасывают гормоны стресса в кровь. И это заставляет нас мобилизироваться, это заставляет наши сосуды сжиматься, сердце чаще биться, мы быстрее начинаем бегать, но продуктивность может быть не очень высокая. Поэтому первый вопрос, который вы себе задаёте, когда вдруг на вас наваливается очень много дел, и вы выбираете, делать вам или не делать. Первый вопрос, могу я это не делать или могу я это перенести по времени, чтобы дать себе больше времени или могу я это отложить. Задайте себе эти вопросы, чтобы понять важность вот этого дела, за которое вы переживаете. Второе, это кто бы мне мог помочь, кто бы меня мог довести, кто бы меня мог там заменить, и кому я могу делегировать вот это важное, что мне кажется важным, да, кому я могу это делегировать. То есть это очень важные моменты в своей голове вот на эти вопросы ответить. Потому что на самом деле тело живёт в настоящем, и самый лучший способ – это переключиться на своё тело. И если в момент, когда вы понимаете, что ваша голова вас настолько уже загнала в тупик, и настолько вас уже обессилела, что вы понимаете, например, что вы там не успеваете, и тут и дети, и звонки по телефону, и мужчина недоволен чем-то, и какие-то другие водные, попробуйте сосредоточиться на ваших ощущениях в теле. У нас в теле есть мощные такие женские пространства, о которых я рассказываю на занятиях, и это три женских магнита, либо три женские чаши в нашем теле. Это прямо реальные такие физические образования, которые имеют форму чаши. И наша задача – своё внимание научиться переключать. Вот этот навык переключения в ощущение своего тела, этот навык, он нарабатывается. Это как мы заучиваем стих, это как мы, например, учиваем танец. То есть наше тело, оно запоминает определённую последовательность вот этих вот действий, и, соответственно, вы можете её воспроизвести, повторить. У нас в центре проходит занятие, которое называется телесные практики, но на самом деле это упражнение тонатотерапия. Это когда мы идём в расслабление, когда мы идём в максимальную, в такую инскую женскую практику, вот эту способность расслабиться, максимально отпустить своё тело. И это навык, который мы нарабатываем. Что можно сделать в течение дня, когда вы ещё не сильно наработали этот навык внутри своего тела? Первое – вы сосредотачиваетесь на своём дыхании и на своих ощущениях. Можно себя прогладить, девочки, то есть можно вернуть себе вот это ощущение тела, что с вами всё в порядке, и что даже если вы опоздаете на какой-то промежуток времени, ничего страшного ни с вами, ни с людьми, ни с какими не произойдёт. Ну, конечно, если это не жизненно важная встреча, не поездка в аэропорт или ещё что-то. Хотя и здесь тоже есть варианты. Очень хорошо поискать, вспомнить те моменты, где вы чувствовали себя хорошо и спокойно. Вы закрываете глаза, и вы находите то пространство, где вы находили такой внутренний баланс. Мы на индивидуальных занятиях с внутренней девочкой находим внутри это пространство, и оно у вас всегда под рукой. И вы можете туда занырнуть, вот в эту визуализацию, в эту практику, и там почувствовать, что ничего страшного не произойдёт, если вдруг что-то не будет сделано идеально. Потому что мы с вами перфекционистки, и такая история, наша боль такая, знаете, что мы хотим всё на пятёрочку, всё отлично, чтобы было сделано. Поэтому наша задача всё-таки переключаться немножко. Потому что перфекционизм и отношения, и жизнь — это разные вещи. Никогда ничего в жизни не происходит идеально. Дети у нас такие, какие есть, и мужчины у нас такие, какие они есть. И вся женская сила — это не в том, чтобы, знаете, там, мы женщины, мы маги, там, или ещё что-то. А вся женская сила в принятии. В принятии. И весь женский Сатурн, да, вот эта мощная планета, которая позволяет нам выдерживать любые нагрузки. Это временная планета, которая помогает нам сохранять вот этот контакт со временем. Наша задача всё-таки принимать. И принятие — это наша женская сила, и это очень много нужно в себе проработать, чтобы позволить чему-то просто происходить. Любить себя настолько, чтобы позволить жизни быть такой, какая она есть. Чтобы позволить людям быть такими, какие они есть. Поэтому лучший способ отключить голову и расслабиться в течение дня — это переключиться в своё тело. Это настроиться на свои ощущения. Это послушать ваше дыхание и ощутить стопы и ладони. Стопы и ладони. И есть практики телесные, которые мы проходим в нашем центре, изучаем в нашем центре. Поэтому предлагаю вам присоединяться. Хорошего всего вам дня хорошего. И до следующей трансляции. С вами была Елена Кошелева. До свидания, девочки.